Время говорить. Время говорить. Время говорить. Время растянулась ярмарка «Продаж», «Рязанский вернисаж». Все желающие смогли приобрести товары народного промысла, работы в стиле хендмейт, сувениры и кондитерские изделия. Отныне каждую неделю по пятницам и выходным дням на улице Почтовой будут проходить тематические фестивали и праздники, народные гуляния, ярмарки и многое другое. Интерес к улице Почтовой среди жителей и гостей нашего города существует уже давно. Администрация Рязани решила поддержать его и сделать улицу эпицентром городской жизни. В прошлые выходные здесь стартовало фестивальное лето «Встреча на Почтовой». Праздник, который одновременно презентовал все возможности, времяпрепровождение на любимой улице города. Открывая подобный фестиваль на Почтовой улице, мы его специально назвали «Встреча на Почтовой». Мы хотим, чтобы Почтовая превратилась в некий Арбат, Рязанский Арбат. Когда будет здесь творческая молодежь, когда будут различные работать кружки, различные секции, будут работать различные площадки для нашей творческой молодежи, для наших горожан. Мы хотели бы, чтобы этот проект прижился в городе. И я думаю, что сюда люди будут приходить за позитивом. Не обошлось и без символа Почтовой – весовщика Иосифа Питунина. Кто-то в этот момент мы запрошали на отличный вес от ощущающего студента. В одежде мы это будет. Ну, когда им килограммы, что-то... В самый раз люди ко мне приходят. Кто-то хочет взвеситься, кто-то хочет написать о чем-то своем, кто-то хочет просто облегчить душу. Да, мне все равно. Концерт творческих коллективов, музыкальных групп, духового и камерного оркестров, фитнес-зарядка и детские площадки с играми и конкурсами. Все это ждет горожан еженедельно, по пятницам и выходным. Тематические фестивали и праздники, народные гуляния, ярмарки, фестиваль мороженого, праздник матрешки, фестиваль национальных культур и другие мероприятия анонсируют организаторы до конца лета. А открытие встреч на Почтовой подтверждает – интерес людей обеспечен. Ну, вообще все интересно. Народные промыслы тут красивые, всякие разные поделки и концерты. Все интересно. А тебе что больше всего понравилось сегодня, допустим? Все нравится. Среди запланированных мероприятий – ярмарка продажи «Рязанский вернисаж». Представить на ней свои произведения смогут все желающие – мастера хендмейд и народных промыслов, художники, фотографы и другие. Участие в «Рязанском вернисаже» бесплатное. Разрешение на продажу получать не нужно. Достаточно лишь заявить о своем участии. Организаторы и координаторы проекта фестивального лета, среди которых администрация города и ивент-агентство «Арт-А» надеются, что проект станет ежегодным. В этом году День медицинского работника в нашей стране отмечался 16 июня. Но мероприятия, посвященные событию, растянулись до конца месяца. Например, 26 числа на территории областной клинической больницы прошел легкоатлетический забег, который был организован в рамках проекта «Бежим круглый год». Участие в забеге приняли работники медицинской сферы. Спортсменов пришли поддержать, болельщики, коллеги и сотрудники медучреждений. Всем известно, что занятие спортом полезно для здоровья. И для приобщения жителей города к массовому спорту проводятся различные акции и соревнования. Одно из таких мероприятий прошло на территории областной клинической больницы, посвященной празднованию Дня медицинского работника. Вы все знаете, что болеть легче предупредить, чем ее лечить. Поэтому личным примером мы сегодня покажем, что здоровый образ жизни – это не пустое занятие, это в жизни каждого врача присутствует. Спасибо вам за то, что вы откликнулись на это мероприятие. Этот легкоатлетический забег прошел в рамках акции «Бежим круглый год», которая началась еще в апреле прошлого года. В забеге принимали участие сотрудники областной клинической больницы, перинатального центра и других медицинских учреждений. Перед началом акции, как и положено, для спортсменов провели зарядку. Участники сами могли выбрать потяженность дистанции, на которой побегут. А предоставлено было два наиболее оптимальных варианта – 500 метров и 1 километр. Акция завершилась подведением итогов и награждением победителей. Льготы на общественный транспорт для студентов рязанских вузов были действительно до 15 июня. Только вот сессия у ребят длится порой до середины лета. Не стоит забывать, что большинство из них – приезжие и скидки на междугородний транспорт для вечно бедных студентов были бы очень и очень кстати. Наши авторы решили выяснить, не предвещается ли в этом направлении каких-нибудь перемен. Студенты – самая динамичная часть населения. Их насыщенная жизнь неразрывно связана с движением, а следовательно и с транспортом. Особенно это касается тех, кто ездит учиться в Рязань из области. Алексей – студент РГУ имени Есенина. Сейчас у него самый разгар сессии, поэтому парень часто путешествует на электричке из родного Шилова в Рязань. Но в середине июня цены на билет для студента резко начали кусаться. Возвращаясь домой, в электричке оказалось, что льгота, которая позволяет мне ездить дешевле по льготному билету, она уже не работает. С 15 июня льгот такой нет. Сессия у Алексея продлится аж до 7 июля. До этого времени он планирует еще несколько раз ездить домой за полную стоимость. По телефону горячей линии РЖД нам рассказали про льготу для студентов. Однако причину выбора именно такого срока ее действия объяснить не смогли. Мы предоставляем ту информацию, которая есть у нас в базе. При предъявлении студенческого билета или учащегося в очной форме обучения Рязанской области в перегородном сообщении разовые поездки в день составляют 50% в период с 1 сентября по 15 июня действует данная льгота. Оказалось, что данные сроки прописаны в законе об образовании Рязанской области, а он, в свою очередь, руководствуется постановлением правительства. Обращаясь к истории вопроса, мы выяснили, что льгота для студентов была в первый раз учреждена в 1966 году. Со скидкой молодые люди могли путешествовать даже меньше, чем современные учащиеся с 1 октября по 31 мая. С одной стороны, мы могли бы посочувствовать советским студентам. Но не стоит забывать, что средняя стипендия в те времена составляла 40 рублей. А на эти деньги студенты могут доехать из Рязани до Черного моря и обратно, да и не просто так, а в купе скорого поезда. А докуда сегодня студенты доедут на свою заветную 1340 рублей? Обязательные работы, как вид административной ответственности, злостные неплательщики административных штрафов в свободное от основной работы время с недавних пор обязаны отрабатывать долг перед государственной казной своими руками. А что удобно, покрасил, к примеру, забор, покосил газонную траву, воздухом подышал. И из кармана за свои проступки выкладывать не придется. Ну а за деятельностью своих подопечных внимательно следят рязанские приставы. Ведь именно на них возложена эта обязанность. Наша съемочная группа понаблюдала за тем, как исполняется закон об административной ответственности в нашем регионе. Подробнее в сюжете. Обязательные работы, как меру административного наказания, стали чаще применять к нарушителям. В этом году к общественному труду привлекли почти полторы тысячи человек. Данный вид наказания начал применяться с января 2013 года. В 2014 году мировыми судьями судебного района Московского района суда города Рязани по статье 20.25 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации административным наказанием в виде обязательных работ был назначен 310 правонарушителям. В первом квартале 2015 года мировыми судьями по данной статье назначено административный наказание в виде обязательных работ 287 лиц. Обязательные работы назначаются судом тем, кто не считает нужным оплачивать штрафы. Это могут быть любители курить и распивать спиртные напитки в общественных местах, а также нарушители правил ГИБДД, например, те, кто сел за руль в нетрезвом виде. В принципе, введение данного вида наказания как обязательной работы позволило судьям выбирать не из двух видов наказаний. То есть, в принципе, штраф как наиболее легкое наказание, административный арест как наиболее суровое наказание. В данном случае обязательные работы, которые заключаются в выполнении лицом общественно полезных работ, в свободное от основной учебы и работы время, является в данном случае такой альтернативной санкцией. Сегодня на этом участке работает один правонарушитель. Рядом с ним сотрудники дирекции благоустройства города. Необходимо покосить траву. Именно этот отработчик, про который мы сейчас говорим, как мы внутри нашей организации, мы их отработчики, вошел в доверие, показал свой вид работы безопасным. И я смог ему доверить бензотриммер для выкашивания газонов по территории участка. Человек ходит на работу исправно, на исправительную, скажем так, работу ходит исправно. То есть, у нас рабочий день начинается с 7 часов утра и заканчивается в 4 часа вечера. История Романа самая обыкновенная. Распевал алкоголь в общественных местах, за что получал многочисленные штрафы. Всего у него их накопилось 10. И теперь он должен отработать 200 часов. Никакого материального вознаграждения он за это не получит. Как правило, выполнение обязательных работ, оно не требует каких-то специальных знаний, умений. То есть, это в основном работы, связанные с уборкой города. В районах области должники, они еще отбывают обязательные работы на фермах, в больницах. Вот в Рязани это благоустройство города. За уклонение от отбывания обязательных работ предусмотрена административная ответственность по части 4 статьи 20.25 и влечет за собой либо наложение административного штрафа в размере от 150 до 300 тысяч рублей, либо административный арест на срок до 15 суток. Сегодня в регионе по разным направлениям составлено более 70 тысяч штрафных протоколов. У половины из них на днях истекает срок оплаты. Административных правонарушений меньше не становится. Погода в выходные дни выдалась непредсказуемой. Стихия поглумилась над нами от души. Только вот шутки ее оказались не такими добрыми и невинными, как хотелось бы. В поселке Семчино, к примеру, в жилой дом ударила молния. По крайней мере, так говорят свидетели происшествия. Само собой, от такого крыша дома загорелась. На место выехали сотрудники противопожарной службы. Более подробно в следующем сюжете. В минувшую субботу огнеборцы отстояли трехэтажный частный дом. По сообщению очевидцев, причиной пожара мог стать удар молнии. 27 июня в 18 часов 7 минут поступило сообщение о загорании трехэтажного частного дома в поселке Семчино, города Рязани. На момент прибытия пожарных из чердака дома шел дым. Пожару был присвоен повышенный номер вызова, а к месту направлены дополнительные подразделения. В 18 часов 32 минуты пожар был локализован. Еще через 9 минут полностью ликвидирован. В тушении участвовали 15 сотрудников государственной противопожарной службы. Было задействовано 5 автомобилей. В результате огнем была повреждена крыша дома. Удалось не допустить распространение пожара на жилые комнаты. Пострадавших нет, причина пожара и ущерб устанавливаются. На сегодня это все новости. Далее в эфире программа подробности, гостем которой стала Евгения Власова, начальник управления культуры администрации города. Речь пойдет о планируемых к проведению на улице почтовой фестивалях. Ну а мы с вами увидимся на Рязанских кабелях. Всего доброго. Уважаемые жители города, с 1 июля 2015 года вступят в силу новые тарифы на электроэнергию, поставляемую населению. Рязанская городская муниципальная энергосботовая компания напоминает о необходимости своевременной оплаты электроэнергии. Телефон для справок 40 20 40. Редактор субтитров А.Семкин